Привет, друзья! Продолжаем рисовать простые рисунки. Фломастерами рисуйте со мной, они простые и я уверен, что у вас все получится, а вы придумайте как даже лучше меня рисовать, это точно. Рисуем вот такими фломастерами двухсторонними, называется GAMMA, мне нравятся они толстые, широкие, почти как маркеры, но для папы подойдут идеально. С чего начнем? Сегодня я рисую всяких человечков, например, сестру, маленькую дочку, папку и так далее. Всех их нарисуем. Разными фломастерами будем рисовать, например, синий и красный. Возьму, например, синий и нарисую маленькую дочечку, мою дочечку Арину. Вот она такая. Раз, я нарисовал ее лицо. Она такая кругленькая такая у нее мордашка. У нее что есть? У нее есть, к примеру, ушки. Хап, хап, я их могу тоже нарисовать. Есть также глазки, я могу их тоже нарисовать. Два глазика, улыбочка и носик, может быть, даже и бровки у нее есть. Все есть, все чудесно. А теперь беру красный цвет с другой стороны и рисую прикольные ей волосы. Такие вот волосы у нее будут. Вот такие волосы. Раз. А здесь еще такие полосочки. Хоп, хоп, хоп. Что у нее еще есть? У нее есть тело. Нарисуем тоже тело. Такие вот воротничок. Раскрасим рубашку и нарисуем даже, к примеру, косички. У моей дочки совсем маленькие косички, так что я их нарисую очень-очень короткие. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Такие. А в конце добавлю еще какой-нибудь цвет, необычный какой-нибудь фиолетовый, к примеру. Классно и редко случается. Здесь такой у нее бантик красивый. Можно даже его закрасить, чтобы он был яркий. А здесь такие вот тоже такие вот маленькие бантики тоже. Это мы все рисовали почти двумя фломастерами. Чуть-чуть в конце добавил фиолетовый. Здорово. Следующий папа. Возьму черный для него. Нет, возьму фиолетовый и бирюзовый, к примеру. Да, вот здесь бирюзовый и фиолетовый. Фиолетовый – это его голова будет такая вот. Нет, он сам бирюзовый будет. Бирюзовый папа. Папа бирюзовый – это я. Сам себя рисую. Так, у него такая вот голова. Чуть поменьше чумарины. У него и шея. И наверняка уши. Уши обязательно. Это мое самое драгоценное. А теперь нарисую ему глаза. Глаза я нарисую ему такие вот очки, как я ношу очки. И мой папа тоже носит очки. Хик-хик-хик. Он очень доволен. Но я думаю, мы не обойдемся двумя фломастерами. Придется для волос, для моих волос, добавить какие-то другие фломастеры. Я думаю, мы сможем выбрать нужные. Только здесь я нарисую рубашку. Не всегда я рубашки ношу, но сегодня я ее нарисую. А черный возьму и нарисую волосы. Волосы, как у меня, нарисую, чтобы они торчали в разные стороны. И это будет мой стиль. Ты-ри-ри. Предлагаю тебе рисовать, конечно же, не меня, а, к примеру, своего папу. Как он выглядит? Какая у него прическа? Носит ли он какие-то волосы, шапки, например, или очки? Это было бы интересно. А если он носит, к примеру, еще и бору, так вдвойне было интересно бы нарисовать. Вот такой у нас папа получился. Теперь я рисую моего сына Павлика буду рисовать. А он у нас будет желто-зеленый, потому что у нас фломастер желто-зеленый есть. И нарисую-ка я желто-зеленого Павлика. Так, сначала нарисую зеленое его лицо. Такое вот. Хи-хи. Раз. Дальше он. Он же, конечно же, улыбается. Он очень довольный. Почему? Потому что ему дали поиграть в какую-нибудь игру. Например, в Майнкрафт он любит играть. Ушки нарисую. Шея. Шея у него довольно длинная. Нарисую длинную шею. А теперь буду рисовать волосы. У него светлые волосы. Как ни странно, бывает и такое. Вот такие у него волосы. Мы его рисуем. Раз. Два. И вот так закрашиваем. Если светлые волосы. Очень приятно рисовать такими фломастерами. Прям одно удовольствие. Получаешь, когда рисуешь и радуешься. А здесь нарисуем ему футболку. Футболку он любит нарисовать футболки. Он любит носить футболки разных цветов. А желтый это один из его любимых цветов. Я должен его покрасить. И вот Павлик готов. Отлично. Отличный Павлик. Давайте ему немножко футболку подкрасим. Чтобы она такая была более... Здесь вот такая вот. Видно ее хорошо было. Отлично. Павлик готов. Теперь мама. Пришло время мамин. Но мы не сможем. Хотя может и сможем. Розовый и голубой для нее подойдет же? Думаю, да. Для мамы подойдет. Отлично. Мама у нас такая. Она розовая. Лещечки у нее розовые будут. Хотя может она сама голубая будет. Надо решить. Конечно, тут я сам выбираю. Как это делать? Ты выбираешь сам. Я выбираю, к примеру, сама мама. У нас будет очень красивая и розовая. Лицо нарисовали. Овал лица. Теперь нарисуем ей шею. Красивую шею. И переходим на розовый. Ага. Приходим и рисуем вот такие волосики. Волосики. Прическу маме очень надо стараться красивую нарисовать. Чтобы это было приятно смотреть. И когда ты маме будешь дарить свой рисунок, она бы тебя похвалила. Так что старайся, старайся, старайся. Я уверен. Она тебя в любом случае похвалит. Но все-таки хотелось бы, чтобы это было очень красиво. И мы можем это сделать. Вот такая у нас мама милая получилась. Вот такая розовые плечики. И я думаю, отлично все получилось. Смотри, как здорово. Мы с тобой нарисовали сестренку. Папу. Папу. Братца, к примеру, братца. И даже маму нарисовали. И все это с помощью двух сторонних маркеров. Фломастеров я их называю. Мне прямо они нравятся. Потому что действительно я сейчас брал один и второй. Можно из одного фломастера взял один фломастер и уже нарисовал целую картину. Вот такая штука. Так что уроки такие или рисуночки такие будут продолжаться. Целую неделю я так выпущу. Там несколько рисунков. Порисую на эту тему. Разнообразные такие веселые простые рисунки. Можно сказать простые рисунки для срисовки. А можно даже не для срисовки. А для того, чтобы заразить тебя рисованием. Таким ярким рисованием. Как можно рисовать фломастерами. Не раскрашивая. А рисовать просто линиями. И это здорово. Все. До новых встреч.